В Свердловской области запущено серийное производство нового противоинфекционного препарата «Авилокс». Производство антибиотика нового поколения наладили на новоуральском заводе «Митсинтез». В Министерстве промышленности и науки Свердловской области напомнили, что производству препарата способствовало подписанное в присутствии губернатора Евгения Куйвышева соглашение между немецким концерном «Байер» и новоуральским заводом «Митсинтез». Губернатор выразил уверенность в том, что подписанное соглашение позволит не только вывести на новый уровень производства уникальных медицинских препаратов в Свердловской области, но и позволит уральцам покупать качественные и доступные по цене лекарства. Это беспрецедентное событие не только для Свердловской области, но и для всей Российской Федерации. Сегодня в России никто не производит антибиотики последнего поколения, которые убивают все известные штаммы микроорганизмов. Кроме того, благодаря сотрудничеству с «Байер» мы обладаем современными технологиями производства лекарств европейского уровня. «Создание такого сложного производства – это первый опыт для нашей страны», заявил депутат Государственной Думы и председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров. Отметим, что объем первой серии составил 9 тысяч пакетов. Планируется, что до конца года будет произведено 150 тысяч пакетов, а в 2016 году – 300 тысяч. Такие объемы позволят закрыть до 100% потребности российского рынка в данном препарате. Вскоре у россиян появится возможность приобрести антибиотики последнего поколения по доступной цене. Не исключено, что отечественный антибиотик будет экспортироваться за границу. Во-первых, соглашение с «Байер» это позволяет. А во-вторых, российский «Авилокс» ничем не будет отличаться от европейского, добавил Александр Петров. Напомним, в 2013 году Новоуральский завод успешно прошел сертификационный аудит на соответствие стандартам качества концерна «Байер». Осенью того же года были выпущены валидационные серии препаратов «Авилокс». Сегодня выпустили три первой коммерческие серии антибиотиков.